Саулюс Варнас, главный режиссёр Могилёвского драматического театра, родился в Литве, работал в разных театрах мира, лауреат и дипломант международных театральных фестивалей и конкурсов. Это воображаемый новый мир, который создаётся в желании, может толкнуть, немножко сделать, чтобы спектакль повлиял на окружающую жизнь, и она стала чуть-чуть лучше, чуть-чуть гармоничнее. Мне кажется, что именно ответственность для театра заключается в том, чтобы своими работами, своими спектаклями она провоцировала творческую, разбудить творческую энергию у зрителя, у пришедшего. Не важно, в какой области он работает, но чтобы он подходил с творческой позиции, чтобы он был творец своего дела, чувствовал радость в этом творении. Как в Библии говорится, стучитесь, и вам будет открыто. Но если мы будем стучаться во то, что нам дайте хлеба только, на том уровне мы будем только общаться. Но если у нас есть какие-то зачатки божественные, и мы стараемся, как-то пытаемся их раскрыть, чтобы мы могли ими действовать, общаться с другими на том уровне, творить, создать этот мир. Если мы на том уровне будем существовать, жить, работать, мир изменится, он превратится в другое. Мы очень привыкли, приучены уже, жить в суете такой. И нам очень трудно, если посмотреть, даже в деревню, если как бы все стремятся, но там два дня пробувь, думаешь, боже мой, а где жизнь, да, как тут вернуться быстрее? Нам нужен телевизор, нам нужно радио, нам нужен телефон, и без всего того нам, кажется, нельзя жить. Но я взял на несколько дней и все отключил, и понял, как это прекрасно, да. Я не говорю, что это надо отказаться на все, да, какой-то диалог с миром, он обязательно нужен. Но в первую очередь нужна диалог с самим собой. Одно из первых направлений, и я думал о архитектуре. Я думал создавать, строить красивые дома, разные, даже проект сделал, тогда, теперь уже это как-то принято, где два этажа были под водой, а один этаж, но в природе, да, где могли подводный мир приблизить к нам, чтобы это все объединялось. Какие-то театры – это тот же мир, который строишь в разных измерениях, и пространственно, да, и по энергетике, и по краскам, по всякому. Как-то так совпало, что некоторые спектакли я ставил по несколько раз, но то, что поставил «Фрекен Жули», мне этот «Фрекен Жули» намного дороже. Намного дороже. По энергии, по всему, по языку, по сложности, по полной отдаче, хотя там тоже звезды, там тоже очень хорошие актеры, но другой спектакль. Как-то актеры Могилева, да, и то, как складываются, мне кажется, что это и разность какая-то немножко то, что есть в литовской культуре, то, что есть в белорусской культуре, в природе самой, актерской, да, оно дает хороший результат, пока лучший результат, с моей точки зрения, да. И мне это как бы интересно, нравится, и как бы рождается мысль, а что еще можно, что еще, каким образом можно открыть, сказать, рассказать какие-то вещи и прозвучать. В Испании поставили спектакль, где вышли все голые перед зрителем, да, все девушки и мальчики там, да, все с помидорами, и начали, а зал среагировал, говорит, что ты реагируешь, и бросили помидоры ему, и начал вообще раскидывать всех, тебе начали гвалт, да, а дверь закрыта, выйти никуда. А когда на сцену, а занавес закрылся, и они и там разобраться, а потом начался спектакль, да, на какие-то тонкие вещи, но вначале их там расшатали хорошо, да, а потом с ними поговорили о жизни, да, ради чего жить-то. О, есть фантастический поэт такой, китайский, Ли Бо, у него есть фантастичные стихи, там, на горной вершине ночую в покинутом храме, К мерцающим звездам могу прихоснуться рукой, Боюсь разговаривать громко своими словами, Я, жители неба, не смею тревожить покой. Мы все звезды. В смысле, каждый человек в себе это имеет. Мне нравился один профессор, который писал студентам своим высшую оценку всем. И его спрашивали, говорит, и вот мастер говорит, ну, как понять, и тот знает столько, и тот, это ведь совсем не так. Ну, говорит, ну, те, кто знает, говорит, ну, я им и пишу, а те, кто не знает, говорит, они в будущем уже знают, это однозначно то же самое. И так далее. Так что у них есть все взородыши, если им будет надобность это. Когда я учился на актерском, я учился одновременно и в политехническом институте, и там было очень много заданий, и я не мог плохо учиться там, и так далее. И на актерском мне еще роль дали большую. Я мог спать 4 часа, больше я не мог позволить. И это было мало, и я днем спал 10 минут. Но я настолько научивался, что я, если закрываю глаза, все, сон сразу идет. И слышу окружность всю, да. Это все можно очень подготовить. Скажем, Бенуэль во сне писал все свои сценарии. Он, как лев, в прямом смысле, 20 часов спал в сутки. И потом 4 часа он записывал, да. Сценарии, как это, и так далее. Он снимал кино. Это, это, и так далее. Но природа наша не расположена так. Человек не должен спать долго, как и мало тоже. Очень часто видишь тех людей, которых много денег. Насколько они больны от этих денег, потому что они принимают больше, нежели надо. Ну, есть люди, которые понимают и себя ограничивают, да. Но чаще всего, да, вот именно после советского периода, да, когда обказалось, когда пришло очень много всего, ах, и этого хочется, и глаз это хочет, и так далее, и так далее. От всего этого надо свободиться, не надо стать, это очень опасно, да, стать рабом материи. Это не очень хорошо. Я не очень за то, что будьте все равны, и так далее. Но если спросить, я бы был за то, что каждый человек получал, сколько ему надо, да. Но он должен честно трудиться, да. Я не был в коммунистической партии никогда, да. Но я считаю, что художник не должен принадлежать никакой партии. Он должен быть свободным, да. Но коммунизм, идея вообще неплохая, хорошая, и я думаю, пройдет время, как-то эта идея опять заработает. Как говорю, не с первого раза мы в космос полетели, и не с первого раза мы от Земли, от сколько разбились, пока мы полетели хоть несколько сот метров, да, так далее. Так что и это главная идея. Для меня стал большим примером, как бы заразительным примером монах, которому 106 лет, и которое тело работает так, что я могу только позавидовать. У меня тело так не могло работать, даже я не думал. Молодость, что я когда бы мог бы такое вытворить, что он делает свои в 106, да, полон энергии, да. Вот, но как, мы много делились там и говорили, и так далее, и так далее. Но он в Индии, да, он это в горах Гималаев, и так далее, а там монах индийский в Рашикеше, и так далее. Так что есть, но они этому жизнь посвятили. Они только этим занимаются 24 часа, да. Мы не можем это, у нас много выходит из стрессовых ситуаций, и рабочих, и в среде, так, но это жизнь. Не знаю, для меня нет провинции. У меня центр мира там, где я нахожусь. Там, где я, у меня мир центра. Самый важный, ничего больше нет. И те люди, с которыми я работаю, у меня не самые важные. И с ними я могу сделать все то. Не важно, я буду в Москве, в Нью-Йорке, в Токио. В Могилеве. Теперь Могилев центр мира. Там один ученик спросил своего учителя, а что такое иллюзия? И они пошли по пустыне, и они шли, а солнце такое яркое, а воды нет. И вдруг учитель говорит, померещилось впереди какой-то туман, и так далее. И он говорит учитель, ученику, говорит, сходи, принеси воды там. А я, говорит, подожду тебя здесь. И ученик пошел. Он нашел речку. А около речки дом был. И открылась дверь. И он увидел прекрасную девушку, которая показала, что это девушка, которая рождена просто ему. Он говорит, решил, что он ничего больше не хочет, не знать, не видеть. И он обратился к ней и попросил руки у ее отца. И они же поженились. И они счастливо жили. И у них родились дети. И так далее. Но одно время пришла гроза, и эта речка, которая текла, расширилась. У нее шла этот дом весь. И заливала всю часть пастыни, где они там находились. Он успел схватить одного своего сына. Второго одного посадил на одном плеще, другого на втором. Жену схватил. Но вода настолько быстрая, настолько сильная, что оторвала и одного, и от другого. И все раскинулись, все унесли. И сам он очутился. Через некоторое время он до берегу. Проснулся. И видеть никого нет. И видит, что здесь рядышком его учитель. И учитель спрашивает, говорит, так где вода? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова